Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Лене Хэппи, которая сегодня утром провела очередной прямой эфир с террасы апарт-отеля. И на этом прямом эфире Лена заявила нам, что она вернулась к нему. Она вернулась к Селиму. Да, ко мне вернулась моя прежняя Лена, заявил ей Селим. О чем тут идет речь? Дело в том, что по приезде в Турцию Лена была сама не своя. Лена, начитавшись, видимо, комментариев, по приезде стала высказывать Селиму свои фи. И то, что он жадный, и недостаточно щедрый, и то, что он зажал браслет, и то, что он не носит добручальное кольцо, и то, что он подарил дешевый одеколон, и то, что он не представляет ее своим родственником. Короче говоря, сплошные претензии, а Селим ждал любви и понимания, и нежности от своей жены. Но после того, как вечером того же дня Селим показал Лене небо в алмазах, причем несколько раз, Лена запела по-другому, и, выкатившись под утро на веранду, махнула на все рукой и сказала, Знаете что? Все эти материальные вещи, какие-то там духи, какое-то там кольцо, это вообще не имеет никакого значения. Главное это то, что Селим делает все для того, чтобы женщина, в частности Лена Хэппи, была удовлетворена по-женски. И этого у Селима не отнять, он талант в этом деле, он Лену удовлетворяет по полной, и на утро Лена просыпается умиротворенной, спокойной и счастливой. И вообще, говорит Лена Хэппи, такое ощущение складывается, что мы здесь не в отпуске, а мы уже живем совместной жизнью и ведем совместное хозяйство. Сейчас я еще расскажу про то, что Лена теперь будет готовить ужин в апарт-отеле. Хватит, находились по ресторанам, чуть без штанов не остались. Такими темпами у Селима уж точно денег на неделю не хватит. Но даже без готовки в домашних условиях у Лены складывается впечатление, что они уже живут нормальной повседневной жизнью. Это вовсе не отпуск, а это уже такая репетиция совместного проживания. Потому что, говорит Лена, вчера вечером, пока Селим копошился в компьютере, он изучает какие-то программы, копошился в телефоне, поедая чипсы и шоколадные батончики. Да, Селим любит ночью сесть перед телевизором или перед компьютером с чипсами, с шоколадками и заниматься своими делами. Лена же подсела к нему на диван, положила свою голову ему на плечо, и глаза ее стали слепаться. «Тебе скучно?» – спросил Селим. «Нет», – говорит Лена. «Наоборот, у меня такое впечатление, что мы уже просто живем нашей простой повседневной жизнью. Ты копошишься в компьютере, а я засыпаю у тебя на плече». И вы знаете, конечно же, реальность рано или поздно ударит и Лену, и Селима фэйсом аптейбл. Потому что то, что сейчас проживают молодожены, не имеет ничего общего с той реальностью, в которой они могут оказаться. Да, проезжая мимо каких-то новых построек, новых домов, новых вилл в том районе, где они сейчас остановились, Селим и Лена мечтают о том, что они могли бы тут жить в одном из этих домов. Все такое новенькое, новые постройки. А Селим признался, что ему действительно нравится апарт-отель, то есть квартира, в которой они сейчас живут. Две спальни, гостиная, кухня, большая веранда. И Лена, потупив взор и поджав губки, попыталась донести до Селима, что в принципе, в принципе, в Майами у нее условия намного скромней. В эту турецкую квартиру, в этот апарт-отель, где они сейчас живут, поместятся три ее квартирки майамские. И нет такого грандиозного вида, напоминающего Лене Тосканию, Италию. Нет того люкса, в котором они сейчас оказались на неделю. Короче говоря, мне кажется, все эти путешествия по отелям, по апарт-отелям сыграют с молодыми злую шутку. Потому что Селим, наверное, настроен на то, что раз Лена устраивает ему вот такой вот праздник, эпизодически 4-5 раз в год, то когда он переедет в Америку, то этот праздник будет продолжаться каждый день. По крайней мере, уровень будет не ниже. Но оказавшись в квартирке в Майами, Селим поймет, что это не имеет ничего общего с тем люксом, который Лена оплачивала в Турции. Мало того, говорит Лена Селиму, квартирка-то не просто маленькая, но она еще и не выплаченная. За нее еще платить и платить. Квартирка в Майами и апарт-отель в Турции это как небо и земля. Поэтому я, например, не совсем понимаю, как Лена на полном серьезе может заявлять нам о том, что проживание в турецком отеле приравнивается к повседневной бытовой жизни. Вовсе нет. Эту неделю в Турции нужно рассматривать как путевку в санаторий с включенным бесплатным завтраком. Вот и все. Это никакая не повседневная жизнь. Это совсем даже наоборот бегство от повседневной жизни, потому что проживание в Турции, тот образ жизни, который молодые ведут сейчас, не имеет ничего общего с тем образом жизни, который Лена ведет в Майами и который они, наверное, будут вести вместе с Селимом, когда тот или если тот когда-нибудь доплывет до американского берега. Поэтому не нужно обманываться, не нужно обманывать себя и других. Никакого совместного проживания пока еще не было. И будет ли мы не знаем, а если будет, не знаем когда. Ну а то, что Лена действительно начнет сейчас готовить в домашних условиях, это факт. Вчера молодые сходили на ужин в этом же отеле в полупустом, и им этот ужин совершенно не понравился. Мало того, что все было невкусно, так еще и очень дорого. Селим отвалил 50 долларов за ужин. Это неподъемная цена для Турции, для Селима. Он был расстроен, Лене Селима было очень жалко, сердце ее обливалось кровью, и Лена решила поступиться своими принципами. Лена обожает ходить в отель, ей нравится сидеть на людях, пить чаек, уплетать какую-то еду, но тут Лена решила, хватит. Я буду готовить дома, и Лена замариновала окорочка. Они будут делать барбекю, то есть шашлыки жарить, короче говоря, а на завтра Лена купит мраморные стейки. Лена сама купит, сама заплатит, черт с ним, купит эти стейки и козлятину. Лена очень хочет снова попробовать козлятину. В один из приездов Лена ее жарила в очередном апарт-отеле, и Лене очень понравилось козлятина, и она объявила Селиму, что она снова хочет поесть бе. Да, у Селима и с Леной свой какой-то внутренний язык, который они сами изобрели. Так вот, му у них, понятно, говядина, ме у них баранина, а бе у них козлятина. Так вот, Лене захотелось бе, кроме того, Селим купил мешок риса, видимо, на неделю, и был очень разочарован тем, что Лена к этому рису не прикоснулась, а все, тянуло его в какие-то рестораны, ну все, праздник закончился. Теперь только домашняя еда. Пусть они обижаются в этом ресторане при отеле, но молодые не готовы отваливать 50 долларов за безвкусную еду. Кстати говоря, Лена сказала, что она является двигателем прогресса в отношениях. Она Селима все время тащит. Единственное место, куда Селим пытается все время, как бабуин, затащить Лену хэппи, так это койка. Селим все время тащит Лену в спальню. Она вырывается, а он ее тащит. Во все остальные места тащит Селима Лена. Так и в этот раз, не успев получить зарплату, да, Лене выплатили зарплату вчера за работу в школе, не успев получить эту зарплату, Лена повезет сегодня Селима на шоппинг. В шоппинг-центр хочет прикупить Селиму футболочку, шортики, может быть, брючки, а себе курточку. Ну не может Лена просто держать деньги на счету. Лене это претит, Лене это неприятно. Ей нужно обязательно бежать на шоппинг, как только копеечка падает ей на счет. Кстати, Лена жаловалась, что заплатили ей меньше, меньше на 180 долларов в неделю. Вот посчитайте, 4 раза минус 180 долларов. Но все равно, говорит Лена, надо поехать на шоппинг. Вы, надеюсь, не будете ругаться за то, что я Селимчика снова приодену, куплю ему шортики, может быть, брючки, а может быть и маечку. В прошлый раз Лена уже одевала Селима, и он до сих пор все это носит. Очень все хорошего качества. Зачем Лена перла эти футболки из Соединенных Штатов по 25 долларов за футболку? Тут можно приодеться, в Турции имеется в виду, намного дешевле, и все Селиму подходит. Короче говоря, у Селима и Лены на программе шоппинг. Селима будут одевать, Селиму будут покупать обновки. И вообще, что Лене больше всего нравится в Селиме, так это то, что он готов к восприятию всего красивого и всего прекрасного. Даже если изначально он скептически к чему-то относился. Речь идет о выборе апарт-отеля. Дело в том, что Селим изначально говорил Лене, что это далековато от центра. Зачем уезжать так далеко от центра? И он как бы с кисляком на лице ехал в этот апарт-отель. Но когда он уже вошел в квартиру, посмотрел на все, всем полюбовался, поплескался в бассейне и понял, в принципе, что там никого нет, и можно очень даже хорошо, свободно себя вести, не нужно нигде прятаться, не нужно ни от кого шарахаться, ему все понравилось. Он все принял, стал всем восхищаться, восторгаться, и даже вот Лене сказал, что не прочь был бы жить в такой квартире на постоянной основе. В отличие от некоторых мужчин, и тут Лена, естественно, намекает на Родни. Помните, как Лена возила Родни в Нейплс? Родни тоже без особого энтузиазма ехал в этот Нейплс. Он знал, что это довольно-таки дорогой город. Лена пыталась раскрутить Родни на Нейплс, мол, чтобы Родни либо сдал, либо продал свой дом на болоте, и прикупил или снял что-то в Нейплс, потому что уж очень Лене нравился город Нейплс. Но всю дорогу Родни был недовольный. Всю дорогу он кривил морду. Всю дорогу он фыркал. Все ему было не то. Все ему было не это. Во всем он видел только негатив, тем самым портя Лене настроение. Лена плюнула, сказала, да нафиг он нужен, этот Нейплс с таким подходом. Поехали обратно. А вот Селим не такой. Селим, да, он может подуться, он может надуть губежки, он может с кисляком сидеть несколько часов, но когда уже его привозят, ставят перед фактом, и ему, в принципе, это нравится, он расцветает. Он начинает улыбаться, он начинает Лене подыгрывать, он начинает проявлять какие-то романтические порывы. Например, вчера Лена послала его за сливами. Там, где они остановились, повсюду растут сливовые деревья. На этих деревьях висят сливы, и Лена послала Селима набрать немножко подножного корма. Потому что уж очень Лене нравятся эти наливные сливки. И он поехал, Селим, с мешком и набрал слив. Нет-нет, он с деревьев ничего не срывал, только с земли подбирал упавшие сливы. Но привез эти сладкие, сочные сливы для своей жены. И вообще, говорит Селим, вот сейчас я пока пошусь тут в компьютере, а потом мы с тобой выйдем на веранду и будем там романтически сидеть. Но, к сожалению, Лена захрапела. Захрапела раньше времени. Во-первых, jet lag. Во-вторых, Лена встает чуть в свет. А Селим спит по 12 часов. Представляете, говорит Лена, он молодой, конечно, молодой парень. Он же спит 11-12 часов в день. Я, если честно, о таком вообще никогда не слышал. Я не представляю. Тем более на отдыхе, когда к тебе приехала жена, вы молодожены, как можно спать 11 часов. Но вот такой режим дня. У Селима, кстати, Лену попросили Селима показать, мол, не у мамы ли он. Потому что каждое утро Лена вещает в гордом одиночестве. В 9 часов А Селим все еще дрыхнет. Нет, говорит Лена, я не буду показывать мужа в трусах. Он спит. Он спит по 12 часов. А Лена бодрячком, с утра пораньше, уже готова к труду и обороне. Но вот засыпает у него на плече очень рано. Это, кстати, напомнило мне вчерашний эпизод шоу «Холостяк». Не знаю, смотрите ли вы это шоу. Начался новый сезон. И в этот раз «Холостяком» является мужчина 70+. 71 или 72 ему года. И все невестушки тоже подстать. То есть от 60 до 80 лет пришли невестушки. И вот самая старшая из них, 84 лет, она уснула посреди эпизода, на диване, с храпом, и проспала церемонию раздачи роз. Очнулась, когда все розы уже раздали. И только спросила в полудреме, мне роза досталась? Нет, ну ладно, я пошла дальше спать. Короче, бабульки тоже жаловались, причем очень эффектные женщины, 75 лет, 65 лет, ухоженные, нарядные, с прическами, на каблучищах 10 сантиметров. Пришли знакомиться с «Холостяком» и тоже, правда, жаловались, что уж очень поздно им сидеть. Обычно они в это время уже спят, а тут надо знакомиться, вести какие-то беседы, рассказывать о себе. Я вот как раз подумал о Лене. Правда, ей еще нет 60, но тем не менее, Лена бы там всех бы растолкала и вышла в финал, потому что Лена сидит, когда она в Америке, до 5 часов утра, спать ей не хочется, ее бы не тянуло ко сну, и она бы действительно произвела на этого холостяка впечатление. Но, к сожалению, Лена сказала, что для нее главное нестабильность. Ей не нужен стабильный импотент, короче говоря. Ей нужен молодой, пусть без скала, без двора, но чтобы удовлетворял ее в койке. То есть, как это делает Селим. Причем Селим это делает с таким рвением, что это даже больше, чем Лене нужно. Ну, она уж ладно. Ворота так ворота, как говорится. Сказал А, придется сказать и Б. Ну, и Селим ныряет в эти ворота. Куда? Что-то денешься. А вспомнил я про шоу Холостяк неспроста, а потому что Лену в последнем прямом эфире стали спрашивать, расспрашивать про американских женщин. Какие они на пляже? Какие они в жизни? Смогли ли бы они познакомиться с турецким молодым мужчиной? Обратили ли бы на него внимание? Лена стала там что-то обтекаемо рассказывать, но призналась ей было бы любопытно посмотреть на реакцию Селима на некоторых пляжах. Например, в Майами есть пляжи, где все крутится вокруг вечеринок, развлечений, там все полураздетые, трутся друг от друга. А поскольку Селим консервативный, правоверный, на него, естественно, это произвело бы, наверное, неизгладимое впечатление, он был бы в шоке. А уж про европейские пляжи Лена вообще молчит. Там ведь женщины загорают топлес, а Селим, наверное, отводил бы взор, не смотрел бы на все это безобразие. Вот как бы он отреагировал, подумала Лена. А ведь ей очень хочется в Европу. Опять Лена подняла эту тему, говорит, наверное, я что-то сделала в этой жизни не так, переехав в США, потому что климат совершенно ей не подходит. Она все время прячется в коморке. Летом вообще на улицу выходить нельзя. Она ни разу не была на своем балконе в Майами, потому что жара неимоверная. Только под кондиционером на Кингсайзе лежать и больше ничего, нет желания ничего делать. Другое дело в Европе. Там и зима, там и осень, там и весна. Да, август в Европе тоже очень жаркий. Ну, у Лены такое фрагментарное видение и Европы, и Соединенных Штатов, я так понимаю. Во-первых, Соединенные Штаты — это не только штат Флорида. Есть штаты, где тоже бывает и зима, и осень, и весна. Ну и Европа тоже. Это не только Испания, Италия. В любом случае, Лена сказала, что как только она выплатит квартирку, расплатится сродни, она обязательно куда-нибудь переедет. Либо в другой штат, либо в другую страну, желательно европейскую. Как Лена все это будет осуществлять, мы пока не знаем. Кстати, Лену спросили, ну вы все время говорите, я, я, я перееду, мне нравится, я хочу, я не хочу. А почему вы не говорите мы? Вы ведь теперь замужняя женщина. Может быть, Селим не захочет никуда переезжать? Ну, говорит Лена, во-первых, мы не знаем, что принесет нам будущее, будем ли мы вместе, не будем, как долго мы будем вместе. Поэтому я за себя отвечать могу. А за кого-то другого не могу. Ну так в том-то и фокус, что Лена больше не может просто сама решать ничего в этой жизни. Она ведь не хотела снова ехать в Турцию. Ей Турция поднадоела, она хотела в Европу. Но Селим ей сказал, что нет, она не должна никуда ехать. Она должна либо приехать к нему, либо вообще никуда не ехать, а сидеть у себя под Майами. Поэтому говорить о какой-то свободе выбора не приходится, тем более у молодых сейчас стресс. Селим стрессует по поводу того, что вот он сейчас растранжирит все деньги и стратит их на Лену на рестораны, и потом у него ничего не останется. Лена стрессует по поводу того, что ей придется возвращаться в Соединенные Штаты Америки, а там у нее куча долгов тоже. Но тем не менее, получив зарплату, Лена сразу же бежит на шоппинг. Но ясно одно, что впредь молодые будут питаться дома, Лена будет готовить, Селим будет готовить. Не случайно они накупили много всякой всячины для того, чтобы именно питаться в домашних условиях. Ну и будут обниматься. Лена сказала, что Селим подкупил ее тем, и вообще завоевал ее сердце изначально тем, что он все время ее обнимает. Он классный, говорит Лена Хэппи. Он все время Лену приобнимает. То есть вот она, например, спит, перевернувшись на бочок, он к ней подползает и обнимает ее со спины, иногда даже закидывает на нее свою ногу. Вот такие высокие отношения. Ну, у Лену еще спрашивали про алкоголь, венцо и так далее. Мол, вы грезите Европой, но ведь в Европе нужно за ужином выпивать бокал красного вина. Лена сказала, что от вина ее подташнивает. Даже в те времена, когда она могла себе позволить выпить, сейчас-то она не пьет и заселима. А тогда она предпочитала коньячок, потому что коньячок раскрывает рецепторы. То есть перед ужином Лена выпивала коньячку, чуть-чуть совсем стопарик. Это раскрывало рецепторы, и еда очень хорошо заходила. Еда хорошо заходит после коньячка. А вот венцо красное, это другое дело. Если Лена пьет красное венцо за ужином, то потом у нее изжога, она не может спать, ее начинает подташнивать. Поэтому нет, красное венцо, это не для нее. Ну и в завершении скажу несколько слов о кошачьей эпопее. Дело в том, что там, в этом апарт-отеле, ну не в апарт-отеле, а при апарт-отеле, проживает целая колония голодных кошек. Поскольку в ресторан, кроме Лены с селивом, никто не ходит, кошечек подкармливать некому, эти кошки ходят кругами вокруг Лены и Селима. И вчера, поскольку Селиму с Леной не понравились кальмары, не понравились креветки, даже рыба была не такая, они решили скормить все это кошкам. Эти кошки налетели на еду, заглатывали креветки целиком, рыбу разрывали, прям с костями все ели, заглатывали. Лена прям переживала, не подавятся ли кошки костями. И вот сейчас Лена переживает, что когда она начнет делать шашлык на веранде, на террасе, то опять кошечки подтянутся, эти голодные кошечки, и Лене придется этих кошечек кормить. Короче, вчера в ресторане на 50 долларов Лена с Селимом накормили кошечек. Лене посоветовали купить корму, подкармливать этих кошечек, а уезжая оставить корм хозяевам, чтобы те продолжали кормить из голодавшихся кошек. Вот такой вот кошкин дом. В общем, короче, действительно, у Лены складывается впечатление, что это не курорт, это не отпуск, а это обычная повседневная жизнь. Пусть даже длиною в 7 дней, даже меньше. Осталось 3 дня. Через 3 дня Лене возвращаться, насколько я понимаю. Это все, что у меня было по Лене Хэппи. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, пишите, делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю ваши комментарии. Благодарю всех тех, кто подписался, кто поставил лайки. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok